Так, Андрей, значит, здесь, Николай здесь, Ольга здесь, все хорошо. Доброго времени суток. Значит, какие таланты и способности сами бы хотели увидеть? Давайте с каждого спросим. Валентина, что бы ты хотела увидеть? Какие свои таланты? Да. Так, я со скайпа выйду. А? Нет, ты оставайся в скайпе. Оставайся в скайпе. Я просто в двух, и в Хэнгаусте, и в скайпе. Где лучше? Да лучше в скайпе. Сейчас лучше в скайпе. Так, тогда я Хэнгауст выключаю. Да-да, пока Хэнгауст я оставляю пока себя. Но нет, ты не выходи пока, ты потом выйдешь. Да, эхо получается. Пока ты надо и там, и тут. Пока тебя прошу быть там, и тут, потом выйдешь. Я скажу, когда можно будет выйти, тебя. Вот так? Просто ехаю, получается? Ну, пока пусть. Говорю тебе. Через некоторое время прошу. Так, ты, значит, с Валентиной мы не обговорили до конца. Да мы еще и не начали. Давай, Валентина. Значит, что ты хотел бы видеть? Так, значит, давайте сначала скажем, какие таланты у меня есть. Общепризнанные. У меня есть общепризнанные таланты, мной он, главное, признанный. Это таланты, кстати, говорят, даже где-то и любовь была очень сильная. Вот у меня, видимо, вообще запрос на то, чтобы все то, что у меня было в прошедшем времени, стало в настоящем. Ну, в общем, вот этот вот талант читать стихи. Но я еще раз говорю, что стихи – это такая вещь, которая или она тебе ляжет, или она тебе не ляжет. Но я умею управлять собой. То есть в каком плане? Даже если меня просят, а мне не легло, допустим, оно. Я могу настроить себя, настроить, вот увидеть в этом что-то. То есть я как артист начинаю работать. Вот увидеть, я структурно начинаю смотреть. Я начинаю смотреть, где я интенсионно могу сыграть это стихотворение так, что оно заиграет. И у меня в результате это получается. То есть вот у меня есть такой талант, который нереализован. Но когда я работала в школе, то там как бы у меня и запроса на это не было. Потому что учитель, он на уроке всегда, ну, то есть он читает стихи, и там читает, что надо. Вот у меня мои ученики, они практически на аплодисменты. Я срывала аплодисменты. Потом, что еще у меня, видимо, есть какой талант. Сейчас я почему-то вдруг вспомнила. Ничего, если я задерживаю ваше время. Давай, давай, давай. Я вспомнила, как у меня был один такой класс, самый первый у меня был выпуск, самый, ну, старший класс. Я приехала только в Воркуту работать, а до этого я работала в Зазелье, в другой районе. Вот такая поселковая школа Лиспромхозная. А это я приехала в Воркуту. И мне дали десятый класс, в котором, представьте себе, у них в девятом классе, я вообще даже была поражена, как это могли такое допустить. У них в девятом классе вообще не велась литература. И его никто не взял. Вот что это был за директор, и что это была за организация. Что его никто не взял. То есть он вообще, вот по идее, что и в десятку черт в аттестате по литературе. И тут появляюсь я. Ну, раз появляюсь я, мне его дали. Вот. Я, значит, знаете, к чему веду? Этот класс был у таких неординарных людей. Вот. И перед выпускным балом, или как он там называется, короче, знаете, они что сделали? Я сейчас вам, я сначала расскажу, что произошло. Вот сижу я, и сидит директор школы. Она была тоже литератор. Я ее покорила прямо с первого посещенного ею моего урока. Ну, просто я покорила и стала непревзойденным авторитетом. Она меня сразу назначила заведующей секцией учителей русского языка и литературы. Я не понимала, что у меня тут появится масса всяких завистников и так далее. Вот. Но дело не в этом. А дело, знаете, в чем? Вот тут. Она меня так, что она меня и посадила рядом с собой. Но я дальше рассказываю, что идет этот выпускной, и вдруг я обалдеваю. Знаете, от чего? От того, как же умно, как же красиво кто-то говорит. И вдруг я смотрю, на меня оборачивается вот этот директор, и до меня в эту же секунду доходит, что это я и говорю. Понимаете, мои ученики сделали запись моей речи на уроке литературы. И то есть, когда они благодарили. Все поняла. Ты сегодня запись включила? Да, запись работает. Хорошо. Вспомнила я тут же. Вот я случайно вспомнила этот эпизод. Ну, давайте... Здесь их идет. Тогда, Андрей, выходи. Андрей, тогда ты... Нет, я не изменяю. Выходи, остаюсь здесь. Ну, Андрей, так уютно, когда ты тут, как бы одна компания. Да, оставайся здесь. В общем, я как бы это к чему? К тому, что, видимо, есть какой-то у меня... У меня есть такой талант, который или импровизационные, что ли, речи. Вот. Но она обязательно должна быть, конечно, ну, или в идее. Ну, то есть, в заданной теме, что ли, или как-то так. Ну, я не знаю, обязательно или не обязательно. Там мне надо было на уроке говорить. Ну, у меня были такие тоже вещи, когда... Ну, просто, наверное, даже не поверите. Это был открытый урок, на котором присутствовали из Горано. Там приехала одна, которая работала в той школе, где я училась. И, видимо, очень... Она была завсекцией, если так можно сказать, завоединением по Горановскому району. По району у нас было. И вот я не знаю, как она с какой она целью появилась тоже ко мне на урок. Ну, короче, вы знаете как? Так, у меня, ну, просто, просто, абсолютно. Они встали в конце урока, у меня встал весь класс. Они даже, я даже не помню, или аплодисменты были. И она, вот она мне сказала, что, ну, ты владеешь анализом литературного произведения и вообще словом, ну, в совершенстве. И мне это написали в аттестационной характеристике. Всё время, кстати, писали. То есть вот что-то у меня такое есть. Вот с методом какого-то погружения, когда я что-то достаю, я умею вывести. Почему такие аплодисменты я сорвала? Потому что у меня весь класс, их было 19 человек в классе, тоже был там старший класс, выпускной. У меня все до единого получили оценки. Ну, они же получили, они все до единого у меня говорили. Можете себе представить. Ни одной не поднятой руки. Это вот, это и авторитет был, это я и завела их. Это я, я их и поощряла. У меня интуитивное было вот всё. Как вести, как разговаривать, как не отбить вот эту, вот эту охоту, говорить и высказаться, понимаете? Потому что у меня не было такого, что неправильно. Как интересно ты думаешь. Понимаете, вот я могла вот так сказать. То есть вот это поощрение, они были разного вида. Но что-то вот я была... Я сейчас, значит, продолжу. Почему я говорю, что вот это вот было, надо перевести в настоящее время. Поняла, поняла. И как-то же, ну, знаете что, шагнуть дальше в плане, если я не в школе работаю сейчас, то найти способ и место, вот этот талант же какой-то у всех людей творческих он есть, что они, ну, может быть, не у всех, они пристраивают, грубо говоря, свои произведения. Я вчера про Куинджи смотрела передачу. Я вообще обалдела. Вообще канал Культура, я его как-то включу, я всегда попадаю. Но такие моменты. Сегодня выступал писатель-фантаст. Мама рода. Давай о нём потом. О нём потом. О тебе сказали. Но я всё равно о том, что люди же ведь они сделали, и они дальше продвигают. Да, 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 всё верно. Так, Ольга, теперь ты. Так, что я бы хотела в себе развить? Понимаете, ну, вот одно моё то, что я не успела развить в жизни, это я так и не начала рисовать так, как мне хотелось бы. Я рисовала всегда очень много. Писала и акварелью, и маслом, и... Ну, больше мне графика нравилась. Но у меня не было никогда времени завести себя до какой-то результат. И сейчас, в общем-то, нет этого времени, но у меня теперь есть фотошоп. Понятно. Я попробую себя в этом. Съёмница в этом плане. Вот тебе такую задачу поставить. Понятно. Так, Николай. Вообще, кроме архитектуры, я умею чинить компьютеры. Но только не портативные вот эти лаптопы. Потому что я купил лаптоп только специально для того, чтобы ходить по заказчикам и писать, что они хотят. А вот у меня стационарный такой, большой, здоровый, под столом. И это самое. И всю округу здесь все ко мне бегут и все требуют. Давай, давай, давай. Приходи, посмотри, что у меня такое. Понятно. Прихожу, смотрю и чиню, и всё. Ясно. Андрей. Ау. Так я не понял, о чём сейчас мы говорим-то. Пока спрашиваю, какие хотел бы таланты свои развития увидеть. Ой, я даже и не знаю, какие таланты. Что-то давно. Ну, телепатия, может быть, более... На большем уровне. Больше ясновидений. Но больше тех качеств, которые есть во мне, усилить, ну, усилить возможность настройки зимы. Поняла. Так, хорошо. Мы учимся смотреть прошлые жизни, чтобы жизнь нынешнюю сделать интересней и качественней. Ну, как у себя развить эту память? Прошлые жизни, они хранятся в базе данных. Голова работает как выход, как передатчик, приёмник. Мы работаем и вырабатываем воспоминания. У нас в голове активизируется и вход на творчество. Новых знаний в этом мире, в общем-то, и нет. Все знания, по идее, старые. Надо вспомнить их и выйти на них и получить их. Вот. Это самое главное, это самый класс. Значит, будем переходить и в пространство новых жизней, поэтому. Сейчас я хочу провести маленькую такую демонстрацию. Вам сейчас входить в погружение не надо. Вы смотрите и для себя отмечайте, как я это всё провожу. А мы поработаем только с Андреем пока. Я обращаюсь только к Андрею. Остальные просто устраивайтесь поудобнее, глаза не закрывайте и слушайте. И для себя что-то помечайте, отмечайте. Значит, Андрей, устраивайтесь поудобнее, закрывайте глаза. И переходим намерением в ту жизнь, когда вы были магом. Сейчас, подождите, может быть, я выйду в хэнгаут и откроюсь? Да нет, давай здесь уже. А то я тоже снимаю, то есть, видео просматриваю. Я хэнгаут прикрыла пока, но... А, ну тогда полностью выйду оттуда. Да, выходи оттуда пока. Такой... Сохраняй... Здесь... Можешь... Здесь можешь видео снимать? Ну, я снимаю, но мне-то... Здесь картинки-то не будет моей. А, погоди, погоди, погоди. А хэнгаут же он остался. Заходи туда, да и всё. И будет твоя картинка. Я выпусти тебя заново. Сейчас, минуточку. Где там? Заходи, заходи туда. А, так, тренинг. Да-да. Ты шилку-то есть? Сейчас снова зайду. Да-да, выходи. Так. Так. Вижу тебя. Так, всё, я... Записывай. Так, я скайп вложу. Минуточку. Нет, из скайпа ты не выходишь. Так, ты... Ну, здесь эхо получается очень сильно. Ну, придётся тебе быть в скайпе сейчас тоже. Пока. Просто тогда всем надо отключиться в скайпе? Нет, нет, нет. Все слушают. Все слушают. То есть сейчас идёт... Так. Сейчас все слушают. Ты говоришь, и всё. Устраивайся удобнее. Закрывай глаза. Ну, просто, я не знаю, запись идёт всё время с эхом. Запись с эхом... А потом... Андрюшка, слушай, записываю я, не переживай. Записываем, нормально всё. Закрыл глаза. И переходишь... Сейчас, 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 мундочку. Так. А я уберу... Переходишь по намерению в тот... Туда, где был магом. Да, ты переходишь туда, где был магом. И выбери момент, когда ты... Легко пользовался своим талантом. Так. Говори. Что ты видишь? На какой-то площади много народу. Так. Мощёная улица, так. А поближе к микрофону можешь, Андрей? Выпускаешь огни. Делаешь фокусы, гипноз. Так. Внушение. Внушение. В своё жизнё. В каком ты возрасте? 38 лет. Где ты живешь и как? Где ты живешь и как? Где ты живешь и как? Психические возможности показывают. Интересно. Гипноз. Управление людьми. Теперь переместись в тот момент, когда талант только появился в первый раз. Три года. Родители мои. И они приносили вещи. Ухрен. Блин. Три года. Три, HIKE. Алло Значит Так, продолжаем Переходишь Дальше в такой момент Когда Ты находишься Уже В последнем дне жизни Переходишь В пир душ Оттуда просматриваешь Свою жизнь мага Оттуда просматриваешься Продолжение следует... 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 какой-нибудь талисман из той жизни, помнишь? Материал, события с помощью звезды в алмазах. Веществ материализации. Сохрани в памяти эту звезду и возвращайся здесь и сейчас к нам в комнату в скайп. Hangouts можешь пока прикрыть. Переходишь в скайп. Я в скайпе. Хорошо. Делитесь, кто слышал, что я говорила. Какие впечатления есть, кто хочет сказать? Я ничего не слышал. То, что я говорила? Ну, отрывками. Отрывками. Значит, это у нас запись будет, Андрей? Ты сохраняешь запись? Я сохраняю, но там с сейхом хорошим мы нашли. Ага. Сейчас покажем, как все это работает. Значит, устраиваемся все поудобнее. Наблюдайте за дыханием. Расслабляйтесь. Перевещайтесь по намерению в ту жизнь, в которой вы были в прошлый раз. Выберите момент, когда талант был в самом рассвете. Где вы живете? С кем общаетесь? Переместитесь в тот момент, когда талант только появился. Как он проявился у вас? Теперь поднимитесь над линией этой жизни вашей, где у вас этот талант. и посмотрите тот момент, когда он у вас развит. Посмотрите на себя со стороны. Как он развивается? следите за дыханием. Вспоминайте. 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 Теперь выходим из тела. Возвращаемся здесь и сейчас. Из той жизни. То, что видел. И помнит. Какие-то ощущения были? Давай, Ольга. У меня там стоит стена, которую я ощущаю просто руками. Холодная такая стена и чувствую вину. Вот и все. Валентина. Ну, у меня был момент, то есть мои такие картинки, когда это зародилось, я прям сразу, как бы вот такая маленькая, я через какую-то трубочку типа, но это образ, меня как-то показывает почему-то последнее время образами. Угу. Вот. И как будто, знаете, вот такое вот разлито, что там, ну, темного цвета, ну, такая, что-то густое, можно сказать, темного цвета, может быть, это как вино какое-то. Ну, это не имеет значения. Я просто поняла, что это вот было что-то такое, что мне захотелось, вот как любопытство развилось к этому. вот. Или попробовать, что вот я сначала как бы, типа, как вот через какой-то сосуд, типа там трубочки, ну, я вот это пробую. Ну, я еще совсем маленькая. А потом вот этот момент, когда вот ты сказала, как талант, ну, или развивается, или как вы поняли, что вот у вас талант, или что-то вот какие-то такие-то слова произнесла, у меня был такой момент, что талант у вас появился. У меня, знаете, как, у меня как будто талант втискивается в забор, деревянный забор, знаете, такой, и он как бы отодвигает одну дощечку в этом заборе, и такой полубоком, но он ко мне пролез. Ну, в общем, я так думаю, что, может быть, или я не признавала, что у меня талант, но он сам влез, в общем-то. Интересно. Николай? А меня дальше никуда не пускает, так что я в этом смысле... Ну, если бы тебя пустило, что бы ты увидел? Так, не знаю. У тебя мысли какие-нибудь или чувства какие-то были? Абсолютно. Абсолютно никаких. Абсолютно. Полная чистота в голове. Темнота, чернота, и все, больше ничего. Андрей, у тебя что-нибудь новое еще мелькнуло? Да, у меня вспомнились еще такие элементы, как я пробовал передвигать предметы руками, на расстоянии мыслью, вот энергиями. А потом, когда в более зрелые возрасти, когда я уже после того, как показывал свои аттракционы, выступления по городам, ездил, потом я решил выйти на свой храм открыть, выбрал место, гористой местности, и сидел, какое-то время был один, медитировал, работал с тонкими планами, общался и перед тем, как ко мне потянулись люди. Так, сейчас снова после небольшого перерыва начинаем опять, секундочку, опять начинаем входить в состояние воспоминаний. Значит, устраиваемся поудобнее. Закрываем глаза. Следим за своим дыханием. Вздох. Медленный выдох. Смотрим, ощущаем внутри, находимся, душа находится внутри тела. Расслабляемся. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Медленный выдох. Значит, по намерению снова попадаем в какую-нибудь новую жизнь. Там, где у вас развит талант, который вы хотели увидеть. услышать, почувствовать в какую-то новую жизнь. Талантливую. Если вы смотрите внешне, сначала смотрите на себя со стороны, потом из тела. Если сначала из тела, то потом со стороны. попадаем на момент, когда талант расцветает. Кто вы? Кто из себя представляете? Чем занимаетесь? где находитесь? Переместитесь в тот момент, когда вы общаетесь с людьми, которые признают и чувствуют вас талант. Переместитесь в тот момент, когда вы создаете свои шедевры. Где вы работаете легко, вы мастер. Вы сильный мастер. Вы довольны собой. Посмотрите в тот момент, когда ваш талант оставляет большие ценности в этом мире. Когда он влияет на других людей. теперь выберите момент, когда ваш талант только появился. вздох-выдох. Вдох-выдох. Посмотрите из тела ваши ощущения. теперь. Теперь переместитесь в момент жизни нынешней, в которой вы могли бы использовать свой талант в прошлой жизни. Вдох-выдох. 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 Здесь и сейчас. Вдох-выдох. 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 Почувствуйте, где вы сидите. В каком состоянии. Осознайте тело. В комнату. Постучите ногами. Потрите ладонями. Запомните то, что вы видели Сохраните это состояние Вы всегда сможете в него войти Возвращаемся в здесь и сейчас Валентина Что ты видела? Я хочу тебе, Светлана, знаешь, что сказать? Ты сильно гонишь И не даешь насладиться моментом Только ловишь что-то, то у тебя уже другое Хорошо, хорошо Я все-таки что-то увидела Да, да Я скажу даже, какой я прием использовала Чтобы мне успевать попадать за тобой Я вспомнила вот этот прием Я состояние свое вспомнила Когда я в сильном таком гипнотическом состоянии И то есть сама себя я довела И у меня тогда пошло Значит, что я сразу же увидела? Знаете, вот что-то... Короче, не хазар Это я что-то про этих хазар-то читала сейчас В одноклассниках В общем, какой-то такой символ Я увидела Ну, как назвать Ну, символ времени, что ли Ну, не могу Или к Средней Азии он относится Может быть, даже и к Индии он относится Потом следующий образ, который я увидела Сейчас уже не помню даже, видишь, на какой... Ответ на какой вопрос Ну, такой прям южный какой-то образ И даже и тепло И как вот я под виноградом стою Вот Такой прям виноград гроздиный Ну, это или уже талант Или что-то... Я не помню какой вопрос Но сейчас пробую вспомнить, что было так А, влияние Когда ты сказала, что ваш талант оставил влияние на людей Это, кстати, очень здорово Ты сказала То есть, вот, сама твоя речь Она какой-то значимостью наполнена Вот это неожиданно Как бы для меня Среди тех людей, которые проводили что-то Или которых я слушала Вот такое социумное значение Ну, впервые я услышала, чтобы это как-то Потому что иначе я бы и не задумала Что такое могло уже быть Вот И я увидела, что да Моя, как бы, деятельность оставила След Не скажу, что хешенебельный Такой уж очень Потому что я увидела, знаете, как Как зацепившееся кольцо Вот И кольцо это было Ну, сначала я подумала, что с бриллиантом Или я так недооцениваю себя Или я не доверяю тому, что это мог быть бриллиант Потому что, как только я успела усомниться в этом То он сразу превратился как бы в горный хрусталь Ну, то есть такой Тускловатый, что ли, белый камень Вот Но тем не менее Ответ на вопрос как бы получил Что, знаете, как тут Как зацепилось кольцо Оно не упало, не пропало А зацепилось за колышек То есть за людей зацепилось Дал талант что-то людям Вот И следующий образ Как То есть я даже не успевала Свет, почему я и говорю Я потом думала Да, я поняла Или ты не это спросила То есть я судорожно начинала Правильно ли я услышала вопрос То есть вот я сейчас не знаю Правильно ли я услышала вопрос Ну, то есть в нынешней жизни Где и как ты могла бы применить этот талант Да Наверное, так ты спросила Да, да Я скажу, что я увидела Это настолько странно Знаете как Я увидела Вот знаете как Ну, не ужаснитесь То есть буквально типа анатомия, что ли Может быть даже это образ сердца То есть он в прямом смысле Вот так, как он выглядел бы Вот если бы я была Допустим, врачом, хирургом, кардиологом То есть Ну, вот как вот орган внутри Вот И у меня такой какой-то ответ В целительстве, что ли То есть вот почему мне вот показала Буквально биологию Как были анатомии Ну, и вот как-то я почему-то сразу подумала Что это образ сердца, что ли Ну, может быть образ целительства Но я начала немножко размышлять на тему Что означает целительство Во-первых, мне с собой надо этим заняться Вот В системе А во-вторых, целительство Оно все-таки предполагает более широкое понятие Ну, вот такое, как Чему вы занимаетесь Типа духовного Ну, в общем, примерно так Я расшифровала Вот то, что я увидела Понятно Но все-таки скажу тебе, что мне понравилось Ну-ка, я говорю, что-то чуть-чуть Или в темпе Или в голосе тебе изменить Более его гипнотически таким густоватым сделать Тогда бы эти подружения были бы прямо класс Потому что я все-таки удивлена Что вот буквально за каких-то 7 минут, наверное, ты проводила А столько увидеть картинок И прямо они неожиданные Почему веришь? То, что вот этот хазарский образ Или как вы знаете Он может быть Образ, как это назвать-то Собор или как Ну, вот символ У кого-то там Будда У нас, допустим, там церкви А там вот тоже какой-то образ Вот такой символ Вот как бы эпохи страны Ну, вероисповедания, что ли Даже народа Он был таким, кстати Знаете, как золотой Удлиненный И сверху как пик, что ли, такой сверху Торчал Вот какой-то вот первое Я так хотела еще порассматривать А ты пошла сразу в следующий вопрос Понятно Ну, вот это Ты дальше можешь это сама исследовать Да, еще что я видела Ну, да, я говорю Прямо образы мелькали По твоим вопросам Еще я видела образ розы То есть вот эта роза И знаете, она как раскручивалась 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 То есть получается Ну, я сейчас не помню На какой вопрос ответ Но скорее всего Что вот вы типа Или обнаруживаете в себе А, вот интересный был вот этот образ Когда ты сказала Вы самой маленькой Когда он только зарождается Я знаете, как увидела Типа как Ну, вот я расшифровываю это так Как плывущие мимо впечатления Видимо, вот личность Ведь за что-то цепляется И вот этих впечатлений было много Потому что прям яркие Вот такие как Ну, вот как блестки Пятнышки, что ли Вот такие мимо А я еще маленькая Вот И вот, видимо, вот что-то заинтересовало С чего-то ведь когда-то начинается Вот это я увидела так А вот потом вот эта роза И она как раскручивается Но больше всего мне понравился образ Зацепившегося вот этого Ну, пусть он не совсем драгоценный Может быть, полудрагоценный А может быть, как бы для той цивилизации Эта и драгоценность была Но вот это кольцо Мне это как-то прям приятно стало Ну, слушай, спасибо Ольга, ты что-нибудь можешь сказать? Нет, тут мало что можно добавить К первому Вот это ощущение запрета На то, что двигаться дальше Это очень яркое ощущение Ну, поэтому еще прибавилось Такой запрет на На насилие В каком бы то ни было Образе Понятно Так, Андрей? У меня Ну, я в основном В образ В жизни воина Который я рассказывал раньше Вот И Я занимаюсь Работаю с палкой Тренируюсь с палкой Скорость Очень огромной скорости Будто бы все замедлено Вокруг А я с такой скоростью Что вот Трудно уловить движение Настолько не автоматически По предметам По По Каким-то вот Грушам Это Бил В общем Будет Очень быстро Потом В более Когда активном Возрасте Когда я проявил себя Примерно Человек Пять-семь Где-то Темно В какое-то Темное Помещение Я Как Нельзя Настолько Быстро Продвигался Что Те Противники Которые Находились Там Человек Семь-восемь Я буквально В течение Одной-двух Минут Разоружил Отключил Полностью С огромной скоростью Это было Происходило Далее Потом Я уже Понял Что Мною Манипулируют Используют Меня Как Наиболее Сильного Специалиста Лучшего Специалиста Поэтому Не афраме А Ну Может быть Китайская Какая-то Вот Монастырь Какое-то Или Специальное Учреждение Боевое Понял Что Меня Используют Для Убийств Для Каких-то Своих Целей Верхние Я ушел В пустыню И Отказался От этого Мира Николай У меня Ничего Темнота Так и есть Никаких Просветов Ясно Это тоже Сейчас вот Следующая Будет У нас Медитация Я думаю Может быть Что-нибудь У тебя Продвинется Значит Способности Одаренности Таланта Из прошлых Жизней Вспомнить В прошлых Жизнях Яркие Качества Способности И Суметь Найти Вариант Применить Их В нынешней Жизни Значит Домашние Работы И отзывы Я с вас Продолжаю Ждать Буду Сюда Скидывать Интересные Моменты По Возможности Ваши Находить Таланты Свои Что еще В группы Вконтакте В фейсбуке Я вас Прошу Вступить Потому что И туда Буду Скидывать Информацию То есть Время Пожинать Плоды Того Что мы Уже Начали Делать Вопрос К каждому Из вас Вспомните Среди Ваших Друзей А точнее Даже Родных Родители Дети Есть Кто-то Талантливый И в чем Их таланты Ольга В этой жизни Папа у меня Был Очень способным К музыке Человеком Он играл На тромбоне Он Очень хорошо Чувствовал И понимал Музыку И наверное Мог бы стать Хорошим музыкантом Но у него просто Идача Судьба Сложилась Средний Сын У меня Талантливый Программист Он вообще Во многом Был талантливый В детстве Он Очень интересные Вещи писал Интересно Рисовал Но вот сейчас Он Талантливый Программист Николаевич Мои оба брата Старшие Они очень хорошо Рисовали Так же Как отец Отец Рисовал Потом уже Когда На пенсию Ушел Так он уже Стал И масляными Красками Рисовать Ну В общем Начал Продвигаться Что называется У меня даже Осталось Его Несколько Картин Потому что У меня Средний Брат Очень шустрый Он Быстро Так находил К нему Дорогу И Так сказать Опережал Всех И Забирал Эти картины Себе Хотя Сам рисовал Хорошо Так Андрей Ну У меня Все Таланты По отцовской Линии Особенно Но Отец Сам по себе Талантлив Во всем Он И Нигде Не обучался О музыке Но Сам Подбирал На слух Пробовал И на пианино Играть И на Балалайке И На мандолине На разных Инструментах Играл Оператор Был Отличный Техник Он Очень Отличный Любую Технику Он мог Фотоаппараты Собрать В Мясочки Приносили Ему Разобранный Аппарат Из Иностранной Он Копался Копался Пока Не собрал Фотограф Был Во всем Талант И Мои Тетушки И Рисовали И Готовят И Творческие В общем Творческие Отдаренные Люди Валентин Андрей Давайте Заканчивайте Мой младший Сын Петр Вообще Уникальный Конечно Человек Я даже Боюсь О нем Что-то Рассказывать Потому что О нем Было Предсказано Еще до Его рождения Некоторые Вещи Вот И Он Родился В течение Буквально Ну 6-7 месяцев Уже Начал Разговаривать 9 месяцев Он уже Иностранные Слова Мог повторять Говорить Знал буквы Читал Старла Вот И Где-то В года 3 Уже Говорили Что он Ну в принципе На уровне 1-го 2-го Класса Он уже Знание У него есть Возможности И знания Конечно У него После этого Многое пропало Специально Ну Много чего Не получилось Потому что Нам не удалось Быть вместе Так Валентина Первое Кого я вспомнила Это я вспомнила Сразу Своего Двоюродного Брата Видимо Для меня Настолько Это Непостижимая Речь Он Как бы И ныне Здравствует А непостижимая Почему Он Скажем так Из села Украинского Села Деревни Вот Он Я не знаю Как Он так Играет На гитаре А будь Самоучка На аккордео Ну короче Все что Даша На том он играет Гармошка Там баян То есть понимаете Человек овладел Прям вот эта вот Целеустремленность Когда нет Ну нет Нет Невозможного То есть Ни музыкальной школы Там никакой Поминь Ничего Я не знаю Где он там раздобыл Это баян Или что он там раздобыл Они с братом Его старшим Они дрались Ну В общем В результате Тут второй Вовка не играет А Васька играет Вот это вот Для меня вещь Как бы Надо ее еще обдумать Хорошо Я сейчас неплохо Об этом сказала Ну потом Значит я стала думать Мама у меня Она вообще талантища И причем Вот эта ведь Цельность же Какая-то была Она ведь заставляла Вернее Она как она училась Со мной стихи У меня дар-то этот От нее Потому что она Одаренная была И насчет вот этого Чтения стихов И она писала вещи Знаете У меня сохраненное Одно письмо есть Я вообще Только две строчки Расскажу Так Здравствуйте Дорогие мамочка И папочка Пишет вам Ваша дочка Дочка Машенька Я Не хочу Кушать кашу Вот дедушка Для того Чтобы Я хотя бы Забылась И открыла ротик Дедушка иногда Играет на гармошке А иногда Она даже залезает На чердак Стучит по трубе Тогда я От любопытства Открываю ротик И бабушке Удается Сунуть Мне То есть Понимаете Как Это вот Придумать Вот такой Вот рассказ От лица Как бы Внучки Машеньки У нее Все такие Были письма Это просто Художественные Произведения Здорово А потом Она была Рассказчица Вот это Фантазия Была Я тоже Помню Как мы Машеньку Мою Уговаривали Покушать Мы сидим На кухне Перед столом И вот Мимо там Идет Дед Цыган Ты себе Мимо иди Машенька Сейчас будет Кушать Ну это В серии Не самых Удачных Примеров Но она Могла Из чего угодно Там вот И абрикоска Растет И абрикоска Смотрит Ой ты смотри А вот Синичка Прилетела На Машеньку Посмотреть То есть Вот это Была Что она Прямо Она сюжеты Из жизни Рождала Вот Насчет Я тупая Она талантливая Ну теперь Давайте дальше Расскажу Что еще Ну папа Спасибо Андрей Тоже Напомню Потому что Я как то И забыла Об этом У меня папа Я помню Мой муж говорил Ну там Папа Скажите А у вас есть Ну и там Какой нибудь Там инструмент Как он там Ну любой инструмент Так у меня папа Знаете Как на этот счет Сказал Он говорит Слав Ты не спрашивай Есть ли меня А Слав Спрашивай Где лежит Потому что У меня все есть И я все умею делать Вот он правда Он умеет делать Но умел делать все Ну теперь Вот значит И еще Вспомнила я Про дедушку своего У меня дедушка Мой можно сказать Что гениальный математик Если бы Как у меня мама говорила Непроклятущая война Потому что Я уже где-то Про него писала Что он с 3-4 лет Остался сиротой А потом Его какая-то Его церковь Видимо Как заметила И церковники Его взяли к себе И вот он В этой школе Обучался у них У него знаете Какой был талант Вот Я помню Это уже Как мы с ним вместе Ходили в магазин Вот раньше же На счеты были Такие Вот на этих На косточках Считали Вот он там допустим Там полкилограмма колбасы Там например Вот она и сидит И считает Сколько Он в уме Говорит ей Сколько Дает деньги И сразу говорит Сколько сдачи Вот Вся очередь Даже всегда поражалась Ну там И мама этому Изумлялась И он приходил домой Как бы И хвастался Все удивительно Типа Что тут удивительного А он был Главным бухгалтером Ну там Колхоза Или совхоза Ну математические способности Ну вообще он был сильного ума человек И духа тоже Значит Что дальше расскажу Вот я стала думать А как же у меня По папиной части Что-то я ни про кого не могу сказать Тут я знаете Что скажу Вот это Какое надо было сердце иметь Я прям на этом месте Чуть не заплакала Ну вот Маминой То есть папиной маме Которая вот Отпускала его 16-летнего Вот добровольцем На фронт И вот как она ему Эту иконку Заговорила Чтобы она его Оберегла и спасла Ведь она его правда Она его оберегла И спасла Он был в самых Безопасных войсках Как он сам говорил Варь Мне нечем похвастаться Меня буквально Берег бог Хоть и дошел Он почти до Берлина Вот И еще что Ну а про эту тетю Кого-то я не помню Бабушка Вот папина Она заговаривала Ну то есть камнями Лечила людей Ну в основном Это опорно-двигательный аппарат Вот насколько я так представляю Вот такие вот таланты были Ну очень приятно Спасибо за вопрос И за ваши все эти То что вы рассказали Все что-то немного напомнило мне Из моих Хорошо Моей мамой еще был талант любить А у меня талантливые дети были Знаете в каком плане Вот например Ну вы не поверите Но я верю И я даже дочке своей говорю Маш, у меня была цель И она у меня была сильно мотивированная Мотивированная Я не любила стирать пеленки У меня не было стиральной машины Это же был адский труд Я хотела, чтобы ты побыстрее Начала обратиться на горшок Вы не поверите Она первый раз попросилась у меня на горшок В 7 месяцев Сказала АА И ни одного сбоя больше не было А сын в год и два месяца Молодцы Маша Вот я когда сказала Маша, ты у меня ровно в год уже читала Она говорит Мам, ты наверное ошибаешься Тогда я тоже подумала Может я ошибаюсь Но тогда значит в два Но тоже это Ну в книгу рекорда Гиннеса Можно было заносить Что она знала все буквы И вот эти вот кубики Знаете там Кубики Б и М Да Да-да Вот она любые слова читала Ну это конечно мой талант обучить Ну да Но вместе с тем Это нам нужный талант И способности у ребенка Так Теперь Каждый про себя Быстро Подумает В какой области Теперь подумает В какой области Хочет получить Знания И навыки То есть То, что хочешь вспомнить Мы сейчас все равно должны вспомнить Делать то, что хочешь И чтобы получить то, что тебе надо То есть таланты из прошлой жизни Или таланты родственников Родителей Там Все вспоминаем И переносим в настоящее Сейчас Поехали Новая медитация Закрываем глаза Вспоминаем Как калейдоскоп Образы И картинки Из нынешней жизни Из прошлой жизни В виде картинок В виде файлов В виде перелистывающейся книги Там, где Мелькают Ваши таланты Калейдоскоп Воспоминаний В которых есть таланты Они пролетают Перед вами Как облачко Картинки Файлы И сейчас Обращаемся И просим У высших сил Тех, кому вы верите Бог Аллах Наставники Чтобы показали Из этих картинок И остановились На том воплощении Которое Наиболее полезно Вам В нынешней Вашей жизни Сформулируйте Сами Свой запрос Задайте Вопрос Что вы хотите Увидеть И вселенная Вам поможет Покажет То, что Вам нужно Смотрите Какие задачи Душа Должна Решить Воплощение То есть Мы сначала Переходим В мир душ И оттуда Смотрим На то Воплощение В которое Сейчас Войдем Что планирует Душа В этом Воплощении В которое Мы сейчас Попадем В том Прошлом Воплощении Какие условия Выбирает Душа Какие Варианты Почему Именно Такое Воплощение Душа Выбирает Посмотрите На это Воплощение Из мира Душ Смотрите И переходите В момент Зачатия Выбора Родителей Обратите внимание На навыки Таланты Они изначально Заложены Или Результат Ваших Усилий В каком Вы возрасте Когда появились Эти таланты Были ли у вас Моменты Когда вы Хотели Все бросить И прекратить Заниматься Этим Интересным Талант Делом В котором У вас Был талант Были ли у округ Люди Которые вас Поддерживали И те Кто вам Мешал По каким Причинам Вы занимались Именно этим Делом Был ли у вас Любимый Учитель Были ли у вас Конкуренты С которыми Вы Состязались Войдите Сейчас Состояние Когда С удовольствием И с интересом Занимаетесь Своим Творчеством Посмотрите С тела Почувствуйте Ощутите Спасибо 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 Субтитры Субтитры Спасибо Субтитры 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 Спасибо Что будет полезно Чем заниматься В нынешней Вашей жизни Посмотрите Глазами Души Какие мотивы Той Жизни Можно Использовать В нынешней Жизни Кто из знакомых Мог бы вам Помочь С чего Теперь Надо Начать Какие первые шаги Будете делать На этом Завершаем Отодвигаем Сохраняем Картинку Воспоминания Всегда Сможете Теперь Сюда Вернуться И Сами Продолжить Когда Придете В себя Почувствуйте Своё тело Откройте Глаза Попытайтесь Вспомнить Визуализировать То Что Мы Только что Посмотрели Увидели Осмыслили Что-то Может быть Вам надо Записать Сохранить В отзыве Напишите Что Дала Вам Практика Что Дало Вам Сегодняшнее Занятие Подведите Итог Есть желание Кого-нибудь Что-нибудь Высказаться Ну Я могу Рассказать Что Я попал В Жизнь Интересную Необычную Ну Как бы Когда я Сверху Смотрел На свою жизнь Тот Человек Скала Увидел Горы Мышц Ну Как Каменный Такой Человек Как Мультяш Такие Появляются Я родился Такое Чувство Силы Спокойства Уверенности Твердости Богатырской Когда Уже Во взрослом Состоянии Для меня Не было Трудности Сломать Свободное Дерево К примеру Руками Вырвать Сломать Там Его Запросто Это Мог Делать Где-то Каких-то Много Странствовал Обучался Различным Знаниям Искусству Потом В конце Жизни Меня Убили Топором Когда Я спал Видимо И страха Мои противники Враги Ну Мне топором Отрубили Голову Когда Я вышел Мне Вернуться Некуда Очень Растерялся И Было Очень-то Неуютно Из Направления Что Необходимо Мне Надо Соединить Все Свои Знания У меня Богатый опыт Прошлой Жизни Здесь Собрать Поедино Чтобы Реализовать Свои Задачи Спасибо 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 Есть еще кто Кто-то хочет Высказаться Вот у меня Стоит Вот этот запрет На Проникновение Туда И Я Я Поняла Что И Использовать Мне То Что У меня Было Тогда Тоже Нельзя То То есть В этой Жизни Я Использую Что-то Другое А Картинки Появились Очень Интересные Из Моего Какого-то Раннего Детства Еще Две Картинки Одна Картинка Я Видимо Где-то Ну Года Два А то Может быть И меньше В лесу В лесу И еще Грибы Я В раннем Детстве Очень хорошо Грибы Испала Я вообще Люблю Искать Грибы И тут Я вот Такая Маленькая Иду По каким-то Тропинкам Я знаю Что Вот там Вот там Я сейчас Увижу Гриб Я Туда Иду И я Вот Разгребаю Этот мох И я там Вижу Этот гриб Это Вот одна Картинка А вторая Картинка Тоже Из моего Детства Но уже Где-то Наверное Постарше Лет Пять Наверное Вот Вот Такая У меня Была Тогда Любимая Игра Вот Помните Детские Кубики Да У меня Было Очень Много Наборов Всяких Детских Кубиков С Разными Картинками Я Очень Вот Сейчас Я Очень Ясно Увидела Эту Любимую Свою Игру Я Вываливала Все Кубики В одну Кучу И Одновременно Собирала Штук Десять Картинок Вытаскиваю Вытаскиваю Их из Вот этой Кучи В своей Жизни Собираю 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 Валентина Сохраняешь Ольга Все Да Валентина Ну Я Увидела Несколько Образов Ну Такие Красивые Приятные Один Значит Про Завистников Да Немного Там Зажимали Но Почему Светлый Образ Зима Так Мне Это Нравилось Чем Я Занималась Что Как бы Оценуло Меня На Свет Несмотря Вот На Это Потом Состояние Почему Вы Этим Занимались У меня Такое Знаете Как будто Девочка С двумя Хвостиками Как В Брименских Музыкантах Можно Сказать Только Более Какое Такое Веселое Что А В Ногах Вот Как Клевер Ну Я Так Даже Поняла Что Это Скорее Всего Ассоциация С словом Клево Ну Клево Мне Это Было Нравилось Вот И Какое-то Еще Мне Главное Озарение Которое Мне пришли А Почему Что Я Увидела Когда Я Умерла Вот Кстати Перед Этим Тоже Что То Ты Дала Я Только Начала Это Видеть Ты Сразу Переключилась Я Не Успела Довидеть У меня Сразу Сменилось Это На образ Я Умерла Такой Синий Цвет Я Поняла Что Я Умерла Не Успела Ту Мысль Додумать Вот А Значит Знаешь Как Что Тебе Показывают Типа Достигнут И не Достигнут Чуть Я Прям На Отвестной Скале Вот Прям Отвестная Скала Я На Отвестной Скале Я Так Не Смогла Расшифровать Что Это Значит Но Ощущения Неприятного Когда Ты Стала Говорить Может Здесь Кто Поможет Я Сразу Подумала Каких Качеств Недостает Мне Недостает Маминого Качества У нее Было Абсолютно Пробивное Качество То Для нее Было Как Хобби Кайф И В этом Был Талант Это Договориться С кем Угодно С кем Угодно Она Могла Договориться С кем Угодно На Любой Контакт Она Была То В ней Была Легкость А у Мне Или Как Какого-то Чувства Сопротивления Ей Что Мне Было Не Очень Приятно С Коммунистическим Воспитанием Я Слышала Как У нее Голос Менялся Вот Она По телефону Может Со мной Разговаривать Грубо И Вдруг Звонок Телефон И Она Сразу Я Помню Мне Это Так Противно Было Вот Наверное Из-за Этого Что Я Да Ну И Что Еще Было Как А Еще Вот Что Я Совершенно Не Тяну Одеяло На Себя Совершенно То Есть Вот Там Проблема У Дочки Я Решаю Ее Проблем Причем И Не Умело И Тешаю Вот А Вот По Идея Они Могли Порешать Мои Проблемы И Раньше Вокруг Меня Вертелся Мир Вот И Я Подумал Тут Я Ясно Мне Это Как То Вот Таким Произошло Поэтому За Это Спасибо Как За Эту Медитацию Спасибо Что Вот Это Пришло Ясно Николаевич А У Меня Только Такое Серьезное Было Одно Что Я Работал На стройке И Потом Решил Бросить Эту Стройку И Я Пошел Работать Такой У нас Здесь Есть Институт НИИ Теплоизоляции И Мы Там Решали Одну Проблему Но Это Связано Уже Не со Стройкой А Нестандартное Оборудование Я Был Инженером Конструктором Пошел Работать Нестандартное Оборудование Это Мы Делали Значит Такой Материал Разрабатывали Ну Для Него Целые Там Большая Линия Механическая Линия Это Внутри Машины Внутренние Полости Они Ржавеют И Вот Мы Разработали Специальный Материал Покрывать Эти Внутренние Автомобили Полости Дверки Днище Там Специальный Такой Материал И Он Прошел Испытание Мы Там Много Эжелировочные Линии Делали Даже Я Изучал По всему Союзу Ездил В командировки Изучал Все Ну Какие Новые Разработки Какие Мы Можем Применить Какие Не Можем Применить Очень Много Было Но В конце Концов Мы Сделали Эту Линию И Она Прошла Испытание И Но Потом Я Даже Не Понял Почему Может Быть Какую-то Сталь Другую Стали Применять Или Что Почему Она Вот Это Вот Этот Материал Пошел Все А потом То ли Перестали У нас Эти машины Выпускать То ли Что Короче С этим Делом Как-то Дальше Какой-то Стоп Получился Ну А потом Меня Мы Старые Друзья Сказали Давай Вот Один Товарищ Уходит На пенсию Нужен Замначальник Окса Давай К нам Ну Что Пришлось Это самое Опять Возвращаться На стройку Вот Такая Вот История Интересная Правда Я там Работал Почти Полтора Года Но Друзей Полно Новых И Вообще Интересно Я вот У меня Такой Принцип Был Что Я не мог Сидеть На одном Месте Больше Пяти Лет Потому Что Все После Пяти Лет Все Как-то Обыденное Становится И никакого Ну То есть Ты Как бы В болоте Погружаешься Поэтому В городе Вильнюсе Я Где-то Три Завода На которых Я не Работал Институтов Тоже Остальных На всех Я работал Ясно Ну Ты понял Чем тебе Дальше Заниматься И как Ну В принципе То Что Какие У меня Есть Эти Самые Конечно Это Ничего Не Пропадет Меня Чел Черчению Я Раньше В школе Там у нас Черчение Это вообще Ерунда Для меня Не проблема Была Но Мой Средний Брат Меня Я же У него Был учеником Механиком Штампы Литформы Прессформы Как он Меня Учил Как Черчиц И Всем Премудростям Так что Я В этом Разбираюсь Хорошо Понятно И даже Когда Настройки То же самое Мне Черчение Здорово Помогало Потому что Без Черчения Без Проектирования Это Однестройка Это было Просто Типа Тяп-ляп Ясно Ладно В общем Тогда Я думаю Мы на этом Выпускной Вечер Заканчиваем Домашние Задания Остались За вами Прошу вас Выполнить В группы Вступить Вконтакте В фейсбуке Кто где Мост И Буду вам Подкидывать Иногда По талантам Информацию Ну а Если Кто Хочет Следующую Практику Провести Однодневную Практику По Деньгам Проведем Как-нибудь Где-нибудь Недельки Через две Да Вообще Вот Насчет Насчет Я не знаю Как все В Советском Союзе Когда я учился В школе Таких вещей Даже в институте Потом уже Тоже не преподавали И Это Действительно Очень интересно И Конечно И полезно Так Жду Ваших Видео И Письменных Отзывов И Недельки Может быть Так же и будем В какой-нибудь Понедельник Или в пятницу Недельки Через две Проведем Тренинг По деньгам Практику Отлично Спасибо тебе Света Спасибо большое Спасибо Большое Большое Спасибо У меня еще Такой Очень важный Момент В самом конце Что не дает Мне сейчас Заниматься Или как-то так Какой-то такой вопрос Я прям Знаете Увидела себя Сидящей На берегу Озера Прямо Абсолютная Глазь И Такой уют Как будто Прямо Единение Я вот и поняла Что То что Называется Стояние Абсолютной Тишины И спокойствие И я Наедине С собой Вот Достичь Вот этого А еще Что было Очень поверено В последнем Трансе У меня Опять Знаете Какой-то Коридор Мой мозг Прямо туда Повело Как будто Ну глубоко Как-то Какое-то Проникновение В какое-то Короче Вот я знаю Что это Очень Зло В прошлый раз Ты со мной Делала У меня Как поворачивалась Плоскость А этот раз Вот так Что-то Очень Могучем Зацепило Свету Большое спасибо Ну и Всем тоже Кроме Спасибо Ну дай бог То что мы Провели Такую практику Чтобы это Помогло Спасибо Всего хорошего Всего хорошего До свидания До свидания До свидания Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует